Всем привет! Хочешь мира, готовься к войне! Как у нас говорил один великий человек, и да, неспроста это взято, и неспроста я это озвучил именно по соотношению к Star Citizen. Если в Юниверс, а вы летаете на корабле, там как-то руки у вас прямые, стреляться можете, тем более видео обучающие по боевому курсу пилотирования я тоже делал, да и на стримах вы сами все прекрасно видели, плюс-минус как надо летать, стрелять и так далее, то в любом случае вы не всегда будете на корабле летать. Будь ты хоть торговец, рудокоп, просто там задание, летаешь, выполняешь и т.д. и т.п., в любом случае ты выйдешь из своего корабля, и может быть такой случай, что у тебя вообще корабль взорвут, и тебе придется в обычном пешем режиме с винтовочкой наперевес, вот, либо с дробовиком, тут смотря с кем вы бегаете, идти и либо спасать свою жизнь, либо отвоевывать чужой корабль и так далее. То есть в любом случае нарваться на какого-то пирата, либо того же НПС, который злостно направлен против вас. Но в любом случае что-то такое в этой игре по-любому будет. И поэтому сейчас будет серия выпусков на тему именно Star Marine, потому что аналогию со Star Marine можно спокойно приплести к Юниверс, к общей вселенной, потому что в любом случае и даже там вы также будете бегать и стреляться. Вот, но сейчас больший приоритет, конечно, у нас будет именно по Star Marine. Вот, чтобы было понимание, что люди, знающие уже, по крайней мере, рассказывают вам свое личное видение, как надо играть в Star Marine, что делать, куда смотреть. Вот, карты, ясно дело, мы детально разберем, где гранату лучше кинуть, куда лучше сначала посмотреть, как лучше стрелять и т.д. и т.п. Это будет следующее видео, а именно первое видео будет посвящено как раз-таки в чем лучше бегать, как лучше бегать, с каким оружием, по сути, одно из самых главных. Потому что как лучше одеться, это часть победы, вот, а хорошее знание самой карты, это уже вторая часть самой победы. И когда вы все хорошо точно знаете, как бы вероятность вашей победы реально возрастает кратно. Итак, у нас есть лидер-борд. Я на данный момент нахожусь, о, уже на 83-м месте. Сами видите, убиваю я намного чаще, ежели умираю. Соотношение побед к проигрушу у меня тоже довольно-таки хорошее. Вот, стрелять могу, убивать могу, как бы не нуб, соотношение 2-20 к 1. И со мной все сейчас будет эту серию как раз делать. Это человек с ником МХОБАТ. Кто в Стармарин играет, его точно знает. ХОБАТ, привет-привет. Всем привет. Привет. Так, а ты у нас, ты у нас на 22-м месте. Вот он как раз. Сами видите, намного больше меня наубивал, да и сыграл, и так далее. Вот, и поэтому мы с ним вдвоем будем свое видение вам рассказывать, объяснять, что, как, почему и так далее. Вот, как я говорил, первая часть это ваш лодаут, во что вы будете одеты. Итак, есть три вида лодаута. Элиминейшн, это один вид противоборства, вот, где бегают, по сути, те же самые карты, но каждый сам за себя. Кто больше всех настрелял, как бы тот и молодец. Никаких захвата точек, ничего нету. И Ластент, обе версии, за пиратов и за Марин, у ЕЕ силы. Вот, за каждую из сторон вы делаете свою разгрузку. Вот, и именно вот какую разгрузку делать, опять же, по нашему личному мнению, вот, мы вам сейчас и будем рассказывать. Так, я одевался здесь в легкую броню, потому что я уже писал это видео и забыл выключить, вернее, включить звук, поэтому пишем заново. Моя броня довольно-таки простая. Это тяжелый, тяжелый шлем в обоих вариациях, потому что в голову стреляют часто, но чаще всего вам стреляют в туловище. Поэтому я ставлю себе, опять же, тяжелую броню. Руки и ноги я ставил легкие, потому что по рукам, ну, по крайней мере, лично мне, по рукам и ногам стреляют не так часто. Вот, и так как они легкие, я быстрее передвигаюсь. Следовательно, я быстрее добегаю до какой-либо точки, быстрее убегаю отличиться, и все в таком же духе. Опять же, можно сделать себе полностью тяжелую броню, вот, как говорится, почувствовать себя конкретно танком и пойти всех пыщ-пыщ, о-ло-ло. Вот, опять же, надо еще правильно стрелять, в конце концов, чтобы пыщкать. На одной броне ты далеко не уедешь. Вот, либо можно сделать другую вариацию, так называемый бегунок. Одеться просто во все легкое. Вот, если вы хотите большую пользу вашей команде приносить, а именно чисто бегать и захватывать точки, чтобы вам очки капали, особо не встревая в стрельбу. Вот, бегунок это самое то. Просто во все легкое одеваетесь и, по сути, побежали. Ну, либо что-то между постреляться, хоть как-то, по крайней мере, повыживать. Вот, можно одеть и среднюю броню. Разница в чем? Я лично, по крайней мере, играю чисто для статистики, чтобы в топ-100 и попасть, и держаться в нем. Поэтому мне важно соотношение очков в минуту. Самое лучшее набивание очков в минуту, это именно бегать и всех стрелять. Имхабат, если правильно помню, захваты точек тебе не идут в статистику, правильно же? Ну, они записываются, но как-то крови не влияют, да. А, ну вот. Статисты, а то, как ты взял. Ясно дело, хорошо стрелять. Это уже в любой броне, но все же. Если я стреляю по легкой броне, и с пулемета, тем более, я с пулеметом хожу, ну, патронов 5, может быть, в лучшем случае, легкая броня в голову выдержит. И все, человек труп. Если же он мне начнет стрелять, даже мне там по голове, он больше времени должен потратить, чтобы меня убить. И как бы при одинаково ровных руках и одинаковом темпе стрельбы, ясно дело, я выиграю в любом раскладе. Вот. Я выходил против двух, трех, иногда даже четырех, и я успевал перестрелять всех. Ну вот. И еще отличиться. Как бы, как-никак, броня дико играет роль в этой игре. Поэтому мой набор тяжелая шапка, тяжелая самоброня, легкие руки и ноги, чтобы быстрее передвигаться. Хаббат, ты как бегаешь сам? Так же бегаю. Ну, в принципе, легкой так же можно побегать. Она очень быстрая, заметная. Быстрее, чем тяжелая, ты бегаешь. Так бы, подбежать, забрать флаг, убежать, не вступать в бой с человеком. А бежать его вокруг и застрелить его в спину. Легкая тоже интересная. Но так же, как ты, тяжелая. Фугород. Лоп-лоп. На тему бегунка, как раз таки. С чем лучше бегать бегунку, если вы не хотите вступать в бой, либо, как говорится, втихушечку сбоку, либо сзади подкрасться и настрелять. Самый забест это будет либо дробовик, R-97 баллистический, либо как раз таки P-4AR, либо P-8SC. Это у нас, как ружье хотел сказать, автоматы с хорошей реально скорострельностью и с хорошим уроном. Если вы в упор с этими автоматами выскочите, вы реально очень быстро расстреляете даже тяжеловеса. Издалека постреляться из всех автоматов реально тяжело, потому что если в патче 3.0 и 3.1 разброс у этих автоматов, да и, по сути, увод самого ствола был не такой большой. Вот я, кстати, из-за этого даже и после того, как изменили в 3.2, я даже забросил Стармарин на какое-то время. Но сейчас все автоматы реально очень сильный разброс имеют и высоко сразу уходит дуло. Вот, поэтому с автоматами бегать, как говорится, на вкус и цвет, по сути, насчет любого оружия, но мне лично, лично, дико не нравится, как они сейчас себя ведут. Там балансы, ясно дело, это все дело второе, когда это все переделают, вот, но к этому тоже надо быть готовым. Но лично мое мнение, автоматы не мое. Снайперки, что энергетическое, что, где она, вот, скальпель, что баллистическое. Если в Юниверс вы со снайперки на дальнем расстоянии реально можете пострелять и повоевать, потому что, ну, расстояния во вселенной, сами знаете, они просто громадные. Вот, то в Стармарин бои идут в среднем на малой-средней дистанции. На дальней практически никаких перестрелок нету. Да, можно со снайперкой, там, засесть в нескольких местах и буквально только на одной карте, вот, и постреляться хоть как-то, но очки в минуты реально будут очень малые. Тем более, если кто спалит, где вы стоите, они уже либо не побегут на этом открытом месте, либо просто прибегут и быстро убьют вас. Вот, поэтому лично мое мнение, что со снайперками в Стармарине делать практически нечего. Хаббат, как считаешь? Нету таких дистанций, согласен, если только вверх куда-то взлететь, оттуда стрелять. Но надо еще учитывать, что в легкой броне только одно оружие. Ну, да. И две гранаты. Если в тяжелой четыре гранаты и два оружия, можно менять их. И в районе даже один бет-пен или два. Два-два, так же. А, ну вот, как бы, да. Разница от средней, это там четыре гранаты. Ой, в средней броне три гранаты будут. В тяжелой четыре и два оружия. Вот, а далее. Вот одно из моих любимых. Девастатор Энерджи Шотган. Обалденный шотган и на ближнем расстоянии, и даже на среднем. Потому что на ближнем эта дура даже тяжа ваншотнет. Особенно, если вы в голову хорошо стреляете. Вот, на средней дистанции им тоже можно делать ваншот. Вот, зажимаете левую кнопку мыши, идет заряд. Вот, и потом, когда вы отпускаете ЛКМ, он там таким лучом прям как долбанет. Вот, и реально можно ваншотнуть. Но эта пушка просто не прощает промаха. Особенно на ближнем расстоянии. Потому что вы делаете выстрел, и идет перезарядка. Эта перезарядка, ну, как-никак, все-таки она ощутимо долго получается. За это время вам уже быстрее самого убьют. Вот, поэтому, если вы хорошо попадаете, с Девастатором вы прям царь и бог будете. Если вы знаете, что вы мажете, а в этой игре можно быстро мазать. Тем более, не забывайте, что это альфа-версия игры. Здесь еще что-то, помимо багов, лагов, рассинхронов, да и читеров, в конце концов, тоже бывает. Вот, но это надо всегда учитывать. Вот, и два моих любимых оружия, с которыми как раз-таки я и хожу. Первый, R-97 баллистический шотган. Вот, от Девастатора отличается тем, что он без перезарядки может стрелять 10 раз подряд. Бах, 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 и пошел. В упор, на малом расстоянии, это практически ваншот любого тяжа. Если в голову, то сразу спать идешь. Вот, против двоих, троих, четырех, прям на респе где-то их там зажать. Это прям, это машина богов, машина смерти, машина фарша. Очень жесткая. Вот, и среди двух баллистического энергетического пулемета, вот, предпочтение у меня идет именно к энергетическому. Потому что у баллистики, хоть патронов и больше, но радиус поражения меньше на 10 метров. Вот, и разброс у него реально сильный. На данный момент в патче 3.2.2, Демека, Энерджи, пулемет, он имеет реально малый разброс. Высокую, одну из, кстати, самых высоких дальнобойностей, по сути, даже получается, эффективного радиуса. Стрелять, правда, далеко, с одного конца карты в другое можно пострелять и даже попасть. Вот, как бы, и в упор это просто фарш-машина тоже получается. Вот, ну, практически 90% народа, кто сейчас играет в Star Marine, практически все бегают именно с этим пулеметом. Вот, как им стрелять и так далее, ясно делаю, вам покажу быстренько, краткий экскурс. Вот, но для меня это прямо сейчас топ-1 просто пушка. Имхабад? Да, это все проинскало, кроме дробовик баллистический, там тоже есть второй режим же, где дальность стрельбы увеличилась. Девастатор. Девастатор, да, дальность стрельбы увеличивается, то есть кучнее летят дробинки, но перезарядка тоже увеличивается в разы. Ну, да. То есть надо вдаль стрельнуть, там, с пицельчиком, долетит метр на 30. Как бы, это, по сути, самое главное. Вот, опять же, повторюсь, тяжелая шапка, тяжелая бронь, легкие руки, легкие ноги. По рукам и ногам тут уже смотрите сами, что вам лучше. Нужна выживаемость? Одевайте потяжелее. Нормально, комфортно себя чувствуете, можно даже и броню полегче одевать. Опять же, зависит от того, как вы стреляете, прячетесь, зная всю карту, вот, и так далее. Как бы, да, в тяже ты будешь бежать намного медленнее, ежели в легкой броне. Вот, и опять же, смотря, что вы делаете, играете именно на результат, на таблицу рекордов. Вот, либо фофан, либо чисто для помощи вашей команде. Тут уже можно того же бегунка брать, либо среднего. Вот, по пушкам. Патроны, кстати, не забываем сюда тоже выставлять, на именно те пушки, которые вы выставили. Вот, но у меня личное предпочтение, это R-97 баллистический дробовик. И Демека Лайтинг Ган, это у нас супер-пупер-мега пулемет. Вот, также гранаты. Три, либо четыре гранаты у нас всегда получаются, смотря за какую сторону мы играем, за Марин, либо пиратов. Вот, два Мэтпена, вот, Оксиген нам просто-напросто в Стар Марин не нужен. Вы столько не будете жить в Стар Марин, чтобы воспользоваться себе кислородом. Правда. Вот, Имхабат есть по этой части? На самом деле, на данный момент, это поломанная система, вот, ты говоришь, вставлять патрончики. Они автоматом выставятся, можно ничего не вставлять. И гранаты, ничего, все тебе по максимуму сразу дадут. Это сломано. Раньше такого не было, да, в последнем патче. Так, автомат. Кстати, чтобы на следующих видео сделать чисто акцент именно на сами карты, а не на сами пушки. Во-первых, я зайду просто пострелять перед вами с этими двумя оружиями и показать один очень интересный баг, который именно в 3-2-2 работает, а именно быстрый захват точек. Вот, мы его сейчас быстро покажем. Надеюсь, нас в хорошую точку закинет, чтобы я сразу быстро захватил. Потому что стандартная битва как делается? Один берет точку, кто-то второй его прикрывает. Ну, либо ты на свой страх и риск и стоишь там взламываешь этот компьютерик, вот, и в надежде, что тебя враг не убьет. Так. Инвайт книшь? Я уже зашел, я сейчас быстро заберу. Я забыл, что я бегунок, кстати говоря. Подбегаем, чекаем, сразу назад и опять хоп-хоп. И все, смотрите, она берется сама автоматически. Мне даже не надо что-либо делать. Еще раз подходите, зажимаете F, чекаете, сразу же назад, вот, опять подходите и опять сразу же назад. То есть, вот эту процедуру два раза повторяете, точка автоматически сама берется. Вот, опять же, этот баг, ясное дело, поправят по-любому, как ни крути. Вот, но баг реально довольно-таки интересный. Он очень сильно упрощает жизнь. И вот она, легкая броня, вышла против меня. Вы сами видели, что с ним только что произошло. Один патрон в голову, в тело, враг пошел спать. А по стрельбе, что требуется точно очень хорошо знать. Первое, когда вы стреляете, не забудьте стрейфовать влево-вправо. Потому что очень многие стоят тупо на одном месте, когда стреляют в меня. И просто не парясь в легкую им в голову выцеливаешь и стреляешь. То есть, начинаете стрелять влево-вправо. Вот, чтобы пальба шла ровно, зажимайте shift. Ваш персонаж задерживает дыхание. И начинает очень хорошо стрелять практически в одну точку. Сами видите, разброс очень небольшой получается. Shift, A, D, стрейфимся, стреляем по голове. Все, идеально. Если подбежали в милю зону, на среднюю кнопку мыши. С любого оружия. Бьете прикладом в ваншот. Легкая, тяжелая, средняя броня, убьете все. Как бы идеально. Так, ладно, дробайки я здесь уже не покажу. Я в легкой броне. Но пулемет просто дико-дико-дико тащит. Эх, ладно, я тут уже не успею выйти. Ну что ж, надеюсь, эта часть Стармариновского сборки видео было для вас интересно и полезно. Следующие видео будут именно по разбору двух карт. Вот, потому что на данный момент в Стармарине всего две карты. С каждой стороны, куда лучше бежать, где лучше кидать гранаты, где лучше снайперить, кемперить, отстреливать народ, там, палить и т.д. и т.п. Вот самые эти нужные вещи в следующих видео, как раз таки, мы вам и покажем. Вот, поэтому не забываем писать свои комментарии. Вдруг есть что добавить. Вот, читайте комментарии, мало ли кто там что интересное напишет. Как бы, опять же, я показываю свое личное видение, как я играю, как я тут отстреливаю всех. Вот, если есть что также добавить, ясно дело, пишите комменты. Лайки, подписки. Увидимся на канале. Пока-пока.